Тафалария, так называют Нижнеудинский район Иркутской области. Именно здесь живет один из самых малочисленных народов Сибири. Сегодня тафаларцев осталось всего около 700 человек. Они предпринимают попытки не только сохранить язык и культуру, но и популяризировать его среди молодежи. Однако сделать это становится труднее с каждым годом. Помочь соседям вызвались ученые Бурятии. На сегодня сказать, прямо уж восстановить, чтобы говорить на сайотском, на тафаларском немножко сложновато. На тафаларском лучшее положение, потому что все-таки сайотский язык существует, тафалары говорят на своем языке. Такая потребность у бурятских ученых возникла в связи с работой по сохранению другого, почти исчезнувшего языка, сайотского, который имеет родственные корни. Сегодня из всех школ Акинского района Бурятии родной сайотом язык преподается лишь в одной. Сами представители народности выступают за инициативу профессоров БГУ и даже идут по их стопам. Я училась в районном центре, в Орлике, и мне, к сожалению, к великому, не удалось изучить сайотский язык. Ну, конечно же, я планирую изучить советский язык, содействовать развитию и сохранению родного языка. В скором времени ученые планируют организовать экспедицию в Иркутскую область и встретиться с представителями тафаларского народа. Сохранению языка, на котором говорят всего 700 человек во всем мире, ученые из Бурятии посвятят часть научной деятельности. Евгения Панарина, Мария Токмакова, Евгений Павлов и Булат Бадмаев. Новости дня.